Предложение вернуться к законопроекту, который позволит отслеживать источники и цели финансирования неправительственных и некоммерческих организаций, прозвучала Джуруку Кенеша накануне. Поводом послужил марш, прошедший в Бишкеке 8 марта с участием представителей ЛГБТ-сообщества. Депутатам во время обсуждения этого вопроса ГКНБ озвучили свои предположения о том, что в мероприятие вклинились провокаторы и, скорее всего, проплаченные из-за рубежа. И делается это через неправительственные организации, подозревают парламентарии. Только пресечь эту деятельность сегодня сложно. Нет законодательной основы. Закон о неправительственных организациях, который был принят в России и других государствах, вот что могло бы помочь. Главная проблема в том, что финансирование идет бесконтрольно, в особенности на ЛГБТ. Сколько денег поступает, кому они адресуются, какие проводятся акции. Если мы примем этот закон, тогда у нас будет контроль. Мы будем знать, какая международная организация лоббирует и поддерживает финансово подобные действия. Какие иностранные представители сюда приезжают и с какими целями приводят средства. Тогда мы сможем противостоять этому. Однако не все депутаты считают, что у ГКНБ нет достаточной законодательной поддержки. Принимать какой-то новый законопроект, позволяющий отслеживать, на какие цели финансируются те или иные НПО, по словам депутата Дастана Бекешева, необходимости нет. В Кыргызстане уже есть закон для исполнения этих задач, и ГКНБ обладает всеми необходимыми для этого полномочиями. Они кого захотят, любого из нас, проверят, проконтролируют, все узнают. И поэтому я не думаю, что там нужны какие-то законы. Есть закон о противодействии и легализации преступных доходов. Там есть специальная статья по некоммерческим организациям. Вот в рамках этой статьи можно все финансирование проследить. От кого, кому, куда, зачем, для чего. Там говорится о том, что эта информация о финансировании некоммерческих организаций, она должна в любом случае передаваться финансовой разведке. Банки должны эту информацию предоставлять. Поэтому эта информация и так есть у них. Подобный законопроект, названный законом об иностранных агентах, уже инициировался депутатами пятого созыва в 2014 году. А у здания парламента прошел даже митинг 150 человек с требованием ввести контроль над неправительственными организациями и запретить гей-пропаганду. По словам одного из авторов законопроекта Турсумбая Бакирулу, за 15 лет неправительственным и некоммерческим организациям в Кыргызстане только из США было переведено более 2 миллиардов долларов. Никому неизвестно, на что были потрачены эти деньги. По словам бывшего нардепа, в тех же США существует закон, контролирующий финансовые потоки некоммерческих организаций. Согласно предлагавшемуся законопроекту, раз в год НПО должны были отчитываться перед государством о движении денежных средств, сколько и с какой целью ими было получено и на что потрачено. Только это. Это не значит, что против всех НПО. Если НПО занимается свою установленную деятельность, например, защита детей, защита инвалидов, защита женщин и так далее, и так далее, слава богу, пусть работает. Но если он, получив деньги за рубежа, этот деньги тратит на политику, это уже не НПО, это уже политическая партия, политика эта большая. Лидеры НПО, назвав причину одну, вышли с другими лозунгами. Это говорит о том, что они используют любую возможность, чтобы нарушить стабильность республики. Поэтому закон направлен против них, чтобы они занимались установной деятельностью. И, конечно, если при проверке, когда отчетность будет и финансовая, и бухгалтерское государство, выявится нарушение, то Министерство юстиции имеет право закрыть деятельность этой НПО, отобрать лицензию. В Кыргызстане на данный момент зарегистрировано около 20 тысяч неправительственных и некоммерческих организаций. Наиболее известные из них занимаются защитой прав детей и инвалидов, выступают против семейного насилия или следят за тем, чтобы демократические ценности. Провозглашенные в Кыргызстане носили не декларативный характер. По словам представителей НПО, их деятельность необходима для сбалансированного взаимодействия государственной власти с гражданским сообществом. Мы проработали 8 лет для того, чтобы изменить систему выборов. И я могу сказать, что все наши действия были открыты и прозрачны, и они привели на самом деле к изменению в выборном процессе. Вы помните, как были выборы в 2007 году и какие сейчас выборы. И вот этот весь наш непосильный труд, это как раз результат того, как мы, гражданские активисты, можем повлиять на самый очень важный, практически неизменяемый процесс, который мог бы быть в нашей стране. Это выборы. Те НПО, которые работают в регионах, социальные НПО, они делают в целом неоценимый вклад для граждан на местах. И поэтому вот только одними убеждениями или предрассудками о том, что НПО влияет, или гей-парад провели, или еще что-то, и вот под этой гидой надо закрыть, или усилить их контроль, а потом еще их как-то обозвать и назвать. Это просто нонсенс. Наша страна не должна принимать такие нормы законодательства. Мы не в 2007 и не в 2008 году уже. По словам Уссубекова, финансовая деятельность их организации не секрет. Финразведка и ГКНБ в любой момент могут проверить их, даже не уведомляя об этом. Всю информацию они предоставляют финансовые учреждения. В Кыргызстане, кроме неправительственных и некоммерческих организаций, по словам Уссубековой, ежегодную грантовую помощь получают и госструктуры. До сих пор не существует никаких статистических данных, куда идут эти средства, насколько эффективно они используются и идут ли вообще на заявленные изначально цели. Бот Исаферлан Кемельбеков, НТС.